Белореченский район является одним из лидеров Краснодарского края по строительству жилья для сирот. С 2009 года, благодаря краевой целевой программе «Дети Кубани» построено и приобретено более 350 квартир. Сегодня в городской администрации хозяевами собственного жилья стали еще 12 белореченцев. На торжественной церемонии вручения ключей побывала и наша съемочная группа. Сегодня новоиспеченные обладатели собственных благоустроенных квартир, а также их родные и близкие, собрались в конференц-зале городской администрации. Открыл торжественную церемонию глава Белореченского района Дмитрий Федоренко. Я вас искренне с этим поздравляю. Вы, ближе всего, оказались в очереди, первые по очереди, на получение жилья. К сожалению, что не 12, не 120 квартир. Мы в очереди больше квартир, но на все муниципалитеты в равной степени выделяется фото в зависимости от населения, в зависимости от тех очередей, которые существуют в муниципалитетах. Поэтому тут мы взяли максимум, что можно было взять в этом году. Вам сегодня первый шаг, первый капитал дается. Поэтому только стоит его задержать, беречь и жить красиво, и расти детей. И я думаю, программа эта будет продолжаться, и будем сегодня строить, и будем передавать вам. Поздравляю вас всех! И вот торжественный момент. Очередники получают ключи от своих квартир. На жилищном учете в Белореченском районе состоят более 180 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них тех, кто уже достиг совершеннолетнего возраста и имеет право получить жилье около 80 человек. Многие из них еще не осознают всей важности происходящего. Им только предстоит оценить подарок, который сделало государство. Но есть и те, кто готовился к торжественной церемонии заранее. Ангелина Смоленко с трудом сдерживая волнение, зачитывает благодарственное письмо, адресованное губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Принимая послание, Дмитрий Федоренко обещал передать его губернатору при личной встрече. Благодаря тому, что в Краснодарском крае более 10 лет действует краевая целевая программа «Дети Кубани», в муниципальном образовании Белореченский район более 350 человек, которые относятся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогли получить отдельные благоустроенные квартиры, в которых начинается их новая жизнь, в которых возникают их семьи, семейные традиции. И эта возможность дается не каждому, а у них она есть, и они ею пользуются. Вместе с ребятами и их родителями наша съемочная группа приезжает в родники. Именно здесь, в доме номер 21 на Майкопском шоссе, скоро будут жить новоселы. Чистые, аккуратные подъезды, благоустроенные квартиры, в которых уже есть практически все, что необходимо для жизни – газ, вода, электричество. В ванной комнате установлена сантехника, на кухне газовая плита и котел. Юная хозяйка, осматривая квартиру, уже строит планы на ее благоустройство. Когда ты заходишь сюда с ключами, и ты осознаешь, что это уже твоя квартира, это уже все. Это взлет всех эмоций на самый верх. Хочу балкон изменить немножечко, утеплить его. Потом в дальнейшем поменять входную дверь на более прочную. Ну а так, больше пока что никаких грандиозных идей, планов нет. Хочется что-то такое оригинальное, что-то не такое, как мы привыкли, обыденное, а что-то такое, чтобы прям взошел и дух захватывало. Приемной маме Ангелины трудно сдержать эмоции. За 10 лет, проведенной в их семье, она стала неотъемлемой ее частью. И даже выбирая будущую профессию, девушка опиралась на семейные традиции. После окончания института она станет учителем. Это грандиозный день для моей дочери приемной Ангелины, для нас, для всех, что все-таки ребенок с таких малых лет имеет свою жилплощадь. Приехали мы всей семьей поддержать этого ребеночка. На очередь мы стали с 14 лет на квартиру, как паспорт получили. Ну, если честно, не ожидали, потому что ребенок еще учится. Мы не рассчитывали, что нам бы именно в 19 лет ей подарят такую квартиру. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.